МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие наши телезрители! В эфире «Общественный интерес». Здравствуйте, уважаемые! И, вы знаете, до начала записи, тут Эльмира стояла с ворохом бумаг, было ощущение, что она сама готовится к экзаменам, что-то подучивает и, как говорится, повторяет. Волнуется, да, Эльмира? Волнуется. Расскажи, какая у нас тема сегодня. Я вообще-то это согласовал с гостями, но звучит все равно немножко с юмором. Хочется какие-то даже очень взрослые и серьезные темы обыгрывать немножко с иронией. Поэтому тема так называется «От ОГ до ЕГЭ». «Два шага». Хотя министром она ставит, что два года. Проверим. Проверим. Нет, на самом деле мы год назад уже, в принципе, что-то подобное обсуждали. Обсуждали, и ты сетовал, что выпускники, скажем так, превратились в таких зубри, которые-то заучивают какие-то даты событий. А нету, Эльмира, нет 11 класса. Есть просто целый год, в течение которого ты просто начинаешь готовиться исключительно к опроснику или как он там, да, к тестам в ЕГЭ. Ты видел их тесты? Нет, я... Нужно быть таким подготовленным, чтобы их сдать. Ты говорил о досъемах, что количество вопросов сократили, оставили только очень сложное, и количество времени тоже сократили на их. Ну, там, да, индивидуально по каким-то предметам, но что я тебе хочу интересного сообщить, это то, что руководитель Рособорнадзора сказал, что в течение трех лет нас ожидают перемены, и экзамены теперь будут больше не про заучивание формул и дат, а про умение применять знания на практике. Вот это действительно круто. Если представитель Рособорнадзора был бы здесь, можно было бы тему передачи так-то назвать. От зубрежки до знаний три года. А так все-таки от ОГЭ до ЕГЭ, два шага, и мы начинаем. Общественный интерес. У нас в гостях министр образования и науки Республики Тагестан, Абучаф Яфья Гамидович. Добрый вечер. Яфья Гамидович, как проходит подготовка к главному событию этого лета, можно сказать? Здравствуйте. На самом деле подготовка у нас проходит в плановом режиме. Все намеченные мероприятия нашей дорожной картой проводятся планомерно и в срок. Мы регулярно на связи с нашими муниципалитетами отслеживаем ход подготовки пунктов проведения экзамена к государственной итоговой аттестации. Правительство Республики Дагестан проводит регулярные совещания на эту тему, где обсуждает некие моменты, которые еще можно предстоит подправить. У нас установочное совещание провел глава Республики Дагестан Сергей Алимаш Меликов, где достаточно подробно разбирали все, что необходимо сделать для качественной подготовки к итогу аттестации. В этих непростых условиях мы обеспечили практически стопроцентную техническую готовность и расходными материалами, программные средства, проведение экзамена и процедура его проведения. На самом деле в этом году Дагестан перешел на новые технологии, которые предусматривают и качественный интернет, качественную связь и даже вот в условиях тех, той неблагоприятной сейчас ситуации, где даже связь может оборваться и так далее, из-за действий недружественных стран, тоже есть предложенные Рособорнадзором варианты на любое развитие ситуации. Мы готовы к проведению экзамена в спокойной штатной атмосфере для участников без лишней нервотрепки и без срыва его. То есть регламенты прописаны на все случаи жизни? Совершенно верно. Михаил Иванович, а вот по поводу того, что Эльмира вначале сказала, как там комментарий был у представителей Рособорнадзора, что количество именно буквальных тестов сокращается, а именно больше акцент идет в самих заданиях на само содержание? Да, это касательно, индивидуально касается каких-то предметов. Например, по-русскому нам может отдельно об этом поведать, насколько я понимаю, наш гость. Наима Калмаловна, будьте добры, микрофон. Какие-то изменения в экзамене по русскому языку ожидаются? Таких кардинальных изменений по русскому языку нет по сравнению с прошлым годом. Особенно это касается второй части, сочинения, рассуждения. Вообще изменений никаких нет. А в первой части произошли изменения в первом задании. Школьники это знают уже, родители знают, все об этом знают. То есть первое задание теперь у нас на стилистический анализ текста. И изменения коснулись 16-го задания. Если в прошлом году у нас 2 балла давали за 16-е задание, в этом году 1 балл. И количество первичных баллов с 59 уменьшилось, стало 58. На ваш взгляд, это все-таки осложняет для ребят ситуацию? Осложняет. Честно говоря, осложняет. Требования. Потому что школьники не готовы полностью производить стилистический анализ текста. В школе на стилистику практически не уделяется особого такого внимания. Поэтому, конечно, это сложное задание. Это вот, Магомед, к вопросу. Но, тем не менее, наши дети... Как они должны быть подготовлены? Наши дети готовятся. Они, в принципе, все это как бы самостоятельно изучают. И мы надеемся, что они очень хорошо зададут в этом году ЕГЭ. А там есть... Извини, Лемера, перебьем. А там есть, ну, не знаю, может быть, вопрос или какой-то из тестов касается понимания, знания того, куда ставить точку запятую? У нас половина первой части на пунктуацию. Там не только... Я понимаю, но точка запятая, как правило, обделена, как буква Е, обделена точками у нас обычно сверху, да? У нас... Точка запятая у нас обычно обделена вниманием, в принципе. Нет. По русскому языку, вот, в тестовых заданиях нет у нас, в КИМах нет точки запятой. Есть... На запятую уделяется много внимания, уделяется двоеточию, тире, и все. Точка запятой нет. Вы же, наверное, бываете в социальных сетях? Не совсем. Не совсем? Нет. Ну, наверное, знакомые или близкие точно там проводят какое-то время, и мы видим, как достаточно взрослые люди... Извините, Яфья Гамильевич, в том числе даже какие-то министры, разумеется, не вы, депутаты, делают очень веселые ошибки в словах. Вот наша любимая дагестанская... Ну, действительно, действительно, когда уже человеку за 40, за 50, он может себе позволить путать, значит, окончание глаголов и превращать его автоматически в инфинитив, когда он вовсе не является инфинитивом, он находится в третьем лице или еще как-то, да? Вот это о чем говорит? То есть, получается, мы нормальные комментарии, по крайней мере, грамотные, да? Мы увидим, прочитаем в соцсетях только через лет 5-6, да? Или что это? Когда результат будет? Ну, результат, наверное, и сегодня есть. Наши дети из года в год пишут хорошо, сдают ЕГЭ по русскому языку хорошо, об этом говорят их оценки, потому что они получают баллы. Ладно, Эльмир, я не буду больше мучить, я просто к чему... И потом, очень часто люди просто не заморачиваются в печатном... А, секундочку, секундочку. Мне кажется, вот это очень важный момент, да? Вот ты сказала не заморачиваться, я много раз слышал такое оправдание от людей также в сети. Я говорю, слушай, ну это же неправильно. Ну это же мелочи, ты же понял, что я хотел сказать. Вот это ты же понял, что я хотел сказать, точно так же можно применить к тому, что можно сесть за стол и, не помыв руки, извините, как бы, да, приняться за прием пищи, как бы, да? А потом жаловаться на то, что это какие-то кишечные заболевания. Ну, есть же определенный порядок, и мне кажется, ну, правописание вообще в тексте, это как, извините, как запах изо рта. Все, все, я поняла, соблюдение личной предприятий. Человеку с тобой неприятно общаться. Я же вижу, вот со мной согласны молча, как бы, да, как минимум половина сидящих. Все, Эльмир, я заткнулся. Аскандар Мамадеевич, какие были сложности в прошлом году? С чем столкнулись? Прошлые годы, может быть, даже. Что нужно учесть в этом году? Да, здравствуйте, здравствуйте, коллеги, здравствуйте, телезрители. Мы занимаемся организационно-техническим, технологическим вопросом, организацией проведения ЕГЭ и ОГЭ. Мы сталкиваемся регулярно с техническими, с технологическими проблемами, да, особенно ЕГЭ в 11-х классах, он достаточно технологичный экзамен. Есть регламентные технические, технологические процессы, прописанные. И в целях обеспечения объективности, и в целях соблюдения сроков, и в целях создания одинаковых, равных условий для наших детей. И, конечно же, эти условия создаются в школах, и в горах, и в Махачкале, и везде, и требования везде одинаковые. И где интернет слабый, и где, может быть, компетентность учителей не так высока, как в городах. Вот с этим мы сталкиваемся, когда банальный человеческий фактор, когда техника не вовремя подготовлена, некачественная печать, некачественное сканирование, ну, такого рода. А меры приняты следующие. Просто в конце прошлого года удалось, вот благодаря ЕГЭ, между прочим, удалось за счет сэкономленных средств Министерства образования закупить 950 многофункциональных устройств для каждой аудитории всех наших пунктов проведения экзаменов. Что за такие устройства? МФУ, ну, принтер со сканером. А, угу. То есть на сегодняшний день все аудитории всех пунктов проведения экзаменов оснащены новыми, абсолютно новыми принтерами, со совмещенным сканером. Это позволено нам не просто увеличить качество печати, а также перейти на новую технологию сканирования в аудитории. Понимаете, да? То есть раньше материал печатался в аудитории, потом упаковывался, потом переносился в штаб, потом в штабе сканировали, и часами-часами сканировали вот все материалы. Крайняя дата, крайнее время завершения сканирования до 7 часов вечера. А благодаря тому, что нам удалось закупить, передать в пункты вот эти новые принтеры, и купили не просто принтеры, купили многофункциональные устройства, то есть принтер плюс сканер, мы также параллельно смогли перейти на новую технологию, на которую перешли более 20 регионов еще в прошлом году. Это сканирование в аудитории. А это нам параллельно позволяет не просто качество изображения увеличить для детей, а также нам обеспечит объективность увеличить. Когда в день экзамена ребенку распечатывают материал, когда он завершил, там же отцифровывается, отсканируется. Евгений Агамедович, как Вы считаете, есть перспектива перехода на сдачу ЕГЭ в формате компьютерном или проще его ЕГЭ отменить? Нет, есть, конечно, такие перспективы, я думаю, они и рассматриваются Рособорнадзором. Например, у нас вот с прошлого года уже экзамен по информатике проводится в виде компьютерного тестирования. До прошлого года экзамен по информатике сдавался в бумажном виде. Это не так просто выстраивать эту информационную систему, чтобы была и объективность, и качественная сдача этого экзамена. Ну, потихоньку в эту сторону идут, и я думаю, конечно, вот этот процесс и то, что технология, о которой говорил Аскандар Мамадеевич, пока вот с 2023 года, вот эта новая технология и распечатки экзаменационных материалов внутри получения по сети интернет, распечатка внутри аудитории, и после выполнения экзамена, сканирования и прям с аудитории отправка в цифровом виде РЦИ, она, конечно, позволяет повышать объективность. У нас вот сегодня был случай в одной из махачкалинских школ, где при выполнении экзамена девятиклассниками, ГИА-9. В коридоре организаторы, вот в тот момент, когда работа выполнена, работу с аудиторией забирают, несут в штаб и в штабе сканируют. В коридоре остановились, скрыли пакет, дописали работу там, которую писал кто-то из ребят. Конечно, это все там обнаружилось, зафиксировалось, на них составляется протокол, надзор, они будут привлечены к ответственности. Мы будем требовать от городских властей увольнения этих организаторов или привлечения к иной ответственности. Но вот новые технологии, они позволяют устранять вот эти нечестности, необъективности, а где-то и преступления, нарушения законов. — Извините, а разве в самой школе в коридоре, где вот это все могло происходить, там разве нет камер? Я думал, в школе сейчас везде камеры стоят. — Прокомментирую. Разная ситуация. Да, есть школы, которые за свой счет, вот директора школы есть, наверное, они могут на этот вопрос более компетентно ответить. Да, которые оснастились, сделали свою школьную систему видеонаблюдения. Есть школы, которые этого не реализовали. — Видимо, это та самая школа, где видеонаблюдения не было. То есть в коридоре там камера не висела. — Ну, раз они рискнули. — Да-да-да, я поэтому говорю, что, получается, если они на это решились, я к чему, да, я согласен с вами, да, Игорь Ильич, что как бы виновные должны быть наказаны, выявлены и так далее. Но лучше, наверное, превентивным образом предотвращать, уф, слово преступление, насколько здесь уместно. — Нарушение. — Нарушение, да. Скажем так, превентивные меры... — Новая технология, она и позволяет. — Да, если бы они знали, что... — Объясняться на это. — Да-да, если бы там, получается, камеры были бы в коридорах, этой школы, то как минимум вот этот элемент, как говорится, да, буфера между местом проведения непосредственно экзамена и местом, куда должны перенести эти собственно экзаменационные, как говорится, листы, все, это тоже под надзором, это тоже под наблюдением. То есть я к тому, что лучше было бы, наверное, все-таки не увольнять этих людей, возможно, это хорошая педагогия. Ну, не знаю, шай там попутал, как бы, да. И вот, и вдруг получается, что все, приехала история, мы лишились, возможно, хорошего специалиста, возможно. Я вполне допускаю, что хороший специалист при этом может быть... — Да. — Как правило даже, да? Хорошо, возьмите микрофон, дополните. — Нет, я просто хочу отметить, что организаторы, которые мобилизуются, я вот этот военный термин не могу не применить, для проведения этих экзаменов, ИОГ и ЕГЭ, это очень подготовленные специалисты, они не с улицы пришли, у них очень большой опыт работы, очень мало людей, которые вот год-два-три имеют стаж. И, честно говоря, сама система, она подталкивает. Ну, я, например, ярый противник вот этих баллонской системы ОГЭ и ЕГЭ, но раз они есть, их надо проводить. И поэтому надо составлять вот это. Вы знаете, в инструкции или в правилах организации ОГЭ и ЕГЭ написано создание благоприятной и комфортной атмосферы для детей. — А это какой-то за экзамен строгого режима. — Ну, так получилось, да. — Ну, это же стресс. Сейчас же очень такое популярное слово «стресс». А почему тогда мы делаем, чтобы это... Кстати, здесь система образования вообще ни при чем. Сама система, она бесперспективна, ну, на мой взгляд. Но пока она есть, мы должны готовить. И чтобы наши дети действительно, как здесь отметили, они действительно сдают все лучше и лучше. Это факт, действительно. Но на общем качестве образования это никогда не скажется. Это мое личное мнение. — Я прошу, вот вы не представились, вы... — А, Рами Сырдеров, 10-я школа Махачкалы. — Руководитель общеобразовательной организации. И в ваших интересах, конечно, чтобы дети вышли из системы образования без вот этой какой-то независимой... Не лично вас, это любого руководителя образователя, без вот этой внешней системы оценки качества, подготовки, которую прошли дети в образовательной организации. То есть мы внутри сами себя оценим, сами себя похвалим, пятерочки нарисуем, а дальше это нас не интересует. Вот я с позиции руководителя образовательной организации уже другого уровня, на который раньше работал, наоборот, являюсь крайним и ярым сторонником единого государственного экзамена, который позволяет любому выпускнику нашей школы с любого самого дальнего отдаленного уголка нашей большой родины нормально подготовиться, сдать этот экзамен и поступить в любой вуз своей мечты. Вот я вас прошу, возьмите комментарий. Вот сидит наша прекрасная выпускница, которая в прошлом году два экзамена сдала по 100 баллов. Давайте поаплодируем ей. Пусть она прокомментирует, какой стресс она испытывала, были ли у нее трудности какие-то. Возьмите микрофон. Заряд, вы весь 11 класс готовились к издаче играть? Да. А вы непосредственно по самой учебной программе успевали так же заниматься, делать домашнее задание, как говорится, изучать материал, как это положено? Непосредственно по самой школьной программе, которая в 11 классе? Не полностью, я большое время не уделяла ЕК. То есть все-таки перевес происходит, как бы, да? Заряд, смотри, можно? Да, да, конечно. Заряд у нас ученица Сагратлинской школы, которая поступила в ДГО, филологический факультет. Филологический факультет, русская отделение. Русская отделение. Будущая коллега наша. Я с вами солидарен, да, в этом вопросе, Илья Георгиевич, что действительно, как минимум, я совершенно искренне это говорю, это не для того, чтобы создать какой-то искусственный конфликт на площадке. В прошлый раз, когда мы также вот с Эльмира здесь собирали специалистов, экспертов по теме ЕГЭОГЭ, я искренне признался, что я признаю за ЕГЭ как минимум одно положительное качество, это создание универсальных социальных лифтов для выпускников школ, независимо от географии их первоначального, получения места образования. Да, уже заплетается язык. Тут я с вами согласен, но как бы с критикой совершенно не соглашаться я тоже не могу, потому что, ну вот меня лично не отпускает это ощущение, что вот как минимум школьная, получается, программа, все-таки она ушла чуть наперекосяк, да? Она в бок ушла. То есть, получается, приоритет за ЕГЭ. Есть третья сторона сейчас, которая очень активно обсуждается. Это разделение государственной итоговой аттестации от, скажем так, единого государственного экзамена для поступления в ВУЗы. Это мнение, которое сейчас рядом и депутатов Государственной Думы и общественников предлагается к рассмотрению. А можно расшифровать? Я просто не совсем не уловил суть. Да, что и все подразумевается. Ну, чтобы для того, чтобы завершить общеобразовательную школу, не было необходимости сдачи единого государственного экзамена для получения аттестатов, чтобы была необходимость только сдачи государственных выпускных экзаменов, которые у нас вот в период пандемии, если вы помните, в 2020 году у нас ЕГЭ не стало обязательным для выпускников школ. Обязательным у нас, я повторю, сейчас является русский язык и базовая математика. Это два обязательных предмета, без которых не выдается аттестат. Вот в 2020 году, когда у нас была пандемия, в стране в качестве эксперимента разрешили всем выпускникам, которые не собираются поступать в ВУЗы, сдать государственные выпускные экзамены, которые сейчас могут использовать только дети с ограниченными возможностями здоровья. А для тех, кто желает поступать в ВУЗы, они имели право выбрать ЕГЭ и тоже сдавать. А, я уловил. То есть получается речь о том, что, видимо, статистика как-то показала, что далеко не все, кто выпускается из школы... А какой процент не поступает, извините? Да-да-да, не все поступают потом в ВУЗы, и даже не пытаются поступить. А какой процент не идет дальше учиться? В республике Дагестан приблизительно 30% выпускников 11-х классов идет учиться дальше в ВУЗы, но в 11-й класс тоже идут порядка 30% выпускников 9-х класса. А куда бывают остальные? Ну как? Значит, тут идет как? 30% идет из 9-го класса в 11-й, и из них 30% потом дальше идут поступать в ВУЗы. Ну все понятно, все они... Правильно, те, кто решились на ЕГЭ, они, значит, и идут дальше... И на сегодняшний день мы, к сожалению, к большому сожалению, может, для вас это будет откровение, имеем самый низкий процент людей с высшим образованием на общее количество населения в республике Дагестан по сравнению с другими субъектами Российской Федерации. Может, тот случай, когда вот как это такая диспропорция, это снижение количества пойдет в качество, может быть? Это, честно говоря, ну по всем оценкам исследовательских организаций является показателем низкого качества человеческого капитала. Очень плохо. Игорь Амидович, но они же после колледжа, тут поступают же чаще всего в университеты. После учреждений организации среднего профессионального образования выбирают учебу в высших учебных заведениях порядка 25% выпускников системы СПО. Вы сейчас обладаете данными, наверное, не только, вернее так, по республике Дагестан. Да, то есть если... Не российские тренды. Да, да, да. Если, получается, поступили куда-то в вуз в другом регионе, то вы, как бы, статистика это не зацепит. Конечно, да. Мы их не можем посчитать. То есть я же оптимист, Эльмир, я должен надеяться, что какая-то из этих не попавших в вузы, она поступила в другие регионы. Их мало, на самом деле. Очень мало. Окей, хорошо. Ну, ладно. Вернемся к нарушениям и нарушителям. У нас в гостях Шамиль Мардибирович, начальник управления надзора и контроля в сфере образования. Добрый вечер. Скажите, какие меры принимаются к нарушителям ЕГЭ? Вы знаете, на долю нашего управления, подразделения Миноборнауки, наверное, выпала такая самая непопулярная роль. Это принятие мер и, может быть, даже наказаний в отношении нарушителей. Да. У нас сказать из года в год не сильно меняется статистика по нарушениям. Это хорошо или плохо? Это то, вот та реальность, с которой мы живем у нас в республике. Но меры, они принимаются достаточно строгие и серьезные, как в отношении организаторов, работников школы и так далее, так и детям, да, что порой бывает очень тяжело, но приходится. Аннулируется работа у нас как одна из таких главных мер. Это аннулирование работы выпускника и его, при этом он имеет право пересдать только через год. Да, к сожалению. Этот экзамен, если по его вине, как бы, да, имел при себе шпаргалки, телефон... Он остается еще учиться еще один 11 класс или еще один? Нет, он может не учиться, но сам занимается. Обычно есть такие, которые сами занимаются, репетиторами, но они сдают только в следующем году, в марте обычно, в досрочном периоде и так далее. И другая категория, это уже работники, которые, ну, мы как считаем, мы видим, и все эти нарушения вот с коллегами, это такие вот, можно сказать, не случайности. То есть, организаторы или там работники, они целенаправленно идут на то или иное нарушение из разных побуждений, где-то помочь, где-то, может быть, и бывает из корыстных целей, материальных и так далее. Это все пресекается теми силами и возможностями, которые мы обладаем и даже привлекаем правоохранительные органы, где видим такие уже признаки составов, даже преступлений. Бывали, кстати, и такие случаи у нас, мы представляли соответствующие материалы этим компетентным органам. Это привлечение к уголовной ответственности. Да. По признакам, по порядку. Уголовная? Сговор, сговор, групповое преступление. Смотрите, это бывало. Это как из практики. Но в прошлом году федеральный наблюдатель, который был в одном из пунктов проведения экзамена, проходя случайно, увидел на помещении, в котором не должен проводиться экзамен, они все бывают опечатаны, увидел отклеенную сорванную пломбу, открыл дверь и увидел в этой аудитории сидели организаторы проведения экзамена. На столе была большая сумма денег и распределяли друг к другу свои там какие-то. Это, естественно, по этому факту там заведено уголовное дело, это уголовное преступление, люди взяли и этим занимаются. и такие факты тоже есть, поэтому по ним мы... Если можно, добавлю, как сказали уже, ЕГЭ становится все более технологичным экзаменом и огромную помощь оказывает умный интеллект. На самом деле достаточно много нарушений пресекаются с использованием умного интеллекта. У нас есть участники 11-х классов, которые писали итоговое сочинение при помощи педагогов. И когда они сдают экзамен, естественно, при сравнении почерков по русскому языку сочинения и итогового сочинения, которое рассматривается так, как допуск государственной итоговой аттестации, при несовпадении почерков такие работы аннулируются. Потом все аудитории, в которых проходит единый государственный экзамен, они выводятся на камеры на портал СмотриЕГЭ. И наблюдения за ходом проведения экзамена осуществляют общественные наблюдатели, в ситуационных центрах, которые располагаются не только на территории Республики Дагестан, но и созданы практически во всех субъектах. И иногда умный интеллект фиксирует какие-то поведенческие отклонения участников и ставит автоматические метки за ходом проведения экзамена, которые потом члены ГЭК и наблюдатели, которые находятся в пунктах проведения экзамена, должны отработать. То есть пересмотреть видео и просмотреть, действительно ли нарушение имело место. Так что вот такие технологии тоже применяет Рособорнадзор. Я не могу не согласиться с репликой из зала, которая прозвучала пусть и в критической коннотации в отношении ОГЭГ, что действительно пункт о создании благоприятной и комфортной обстановки для детей тут немножко хромает, потому что я пока вот это все слушаю, впечатление реально очень такой максимальной строгости и технической такой блокировки со всех сторон. Я, конечно, понимаю, это очень в кавычках смешно выглядит, когда вот так их обнаружили, они, наверное, должны были сказать, извините, инкассация, потом приходите. То есть я все-таки возвращаюсь к теме того, что может быть лучше превентивные меры применять. Вот как, допустим, вот к вам обращаясь, вот вы со мной согласитесь, что, допустим, та же история, то есть вот в коридоре они начали что-то там делать с этими листами, там дописывать и так далее, были бы камеры в коридорах этой школы, ну, с большой вероятностью люди не пошли бы на это, скажем так, нарушение. Ну, с большой вероятностью, согласитесь, если они знают, что их увидят в камерах. Если можно, прокомментирую. Дело в том, что государственная итоговая аттестация сейчас в 11-м классе проходит при сканировании экзаменационных материалов в аудитории. В коридоре сделать на ЕГЭ ничего невозможно. Все происходит внутри аудитории. И когда эти бумаги будут вынесены в коридор, они уже, в принципе, будут представлять обычную макулатуру, которую запросят у РЦОИ, потому что все уже отсканировано и все уже ушло как бы вот уже в хранилище. Это факт, я говорил, на ОГЭ, чего сейчас уже невозможно сделать на ЕГЭ. Хотя в прошлом году еще было возможно. Ну окей. Это новая технология как раз позволяет не делать этого. На самом деле объективность это просто создание равных условий для всех участников. Да, я понял. Я все-таки возвращаюсь именно к вашей теме. Да, я как раз хотел. Нужно ли, вот посмотрите, ваша работа может заключаться в иметь два вектора. Первый вектор это создать максимально неудобные условия для нарушения. Вот просто неудобные. Демотивация максимальная. Это невыгодно, это неинтересно, это просто ну очень сложно сделать. Либо вы можете работать по вектору максимального тщательного выявления нарушения. А, нарушил, вот мы тебя в любом случае найдем, обнаружим. Вы же понимаете, что первый вектор он более продуктивный. Надзор, работа надзора это выявляет. Потому что а вот работа центра обработки информации, Дюро и министерства сделать нарушения неудобными. Организовать так, чтобы нарушать было невыгодно и бессмысленно. Ну, да, я тогда уже отвечу. Да. Мы в том числе даже и выявляем, применяем эту практику и профилактики тоже. До экзамена доводят. Это, естественно, с силами и с помощью самих школ по всем у нас районам, муниципалитетам. Их предупреждают, им рассказывают о том, что можно, что нельзя, что можно приносить, что категорически запрещено. И, кроме того, они расписываются под этими инструкциями каждый лично, там, и выпускники, и их родители. Это, что касается сдающих экзамен. То же самое и организаторов, которые, ну, принимают участие в организации этого экзамена. Другие методы мы используем после всей ЕГЭ-компании. Мы анализируем все нарушения. Анализируем, и те нарушения бывают, мы их группируем в некоторые блоки, да, где технические средства связи, где шпаргалки, где помощь извне, и доводим это до каждого главы муниципального образования, просим их принять меры, дисциплинарного, административного характера и так далее. То есть, такая работа, она практически круглый год идет. Вот мы сейчас, то, что по прошлому году экзамену, ну, завершили работу, наверное, месяц назад или два месяца, полтора месяца назад. Это со всеми судами, которые я еще, да, тоже хотел упомянуть. То есть, она идет круглогодичная такая работа. Это в направлении профилактики. В самом выявлении, это в день экзамена и там неделю после него. Но есть еще одно направление, когда мы вправе, также тоже хотел бы озвучить, то, что те нарушения, которые мы период ЕГЭ-компании, допустим, этот месяц не выявили, мы можем их выявить до первого марта следующего года. и эти видеозаписи, они хранятся и законом, порядком определено, что они хранятся. Погодите, а если ребенок уже в УЗИ, где-то учится? это я дальше, он исключается, да, и он уже на первом курсе, может, даже первую сессию сдал, но есть у нас уже такие факты. А если ректор или декан говорит, не хочу отчитать, хороший мальчик, девочка, закон нам предусмотрен, то есть, он поступил по... незаконно. экзамены аннулируются. Результаты экзамены аннулируются, и поэтому основания для зачисления высшее учебное заведение аннулируются. Это обидно. Да, то есть настолько... Коллеги, надо иметь в виду, мы сейчас весь разговор ведем о всяких страшилках. Да, я тоже как бы хочу от этого вывести. Но это все в отношении тех ребят, которые не уделяли достаточное внимание своей учебе и пытаются нечестным образом получить незаслуженную для себя оценку результат. Я ваш намек понял. Давайте про тех, кто уделял достаточно времени. Да, но мне бы хотелось еще немножечко поговорить с Гульнарой Ахмедовной. Как раз на эту тему. Да, как организована работа предметных комиссий, конфликтных комиссий. Ну вот, Ягамидович уже отметил, что Дагестанский институт развития образования совместно с РЦО и начал подготовительную превентивную работу достаточно давно. Мы подготовили и провели в этом году большую всероссийскую конференцию, посвященную государственной итоговой аттестации. Мы провели серию родительских собраний, мы провели акцию ЕГЭ для родителей, на которые были приглашены родители и могли принять участие и посмотреть, что значит сдать ЕГЭ, попробовать пройти через рамку металлоискателя, почувствовать себя выпускником и посмотреть, так ли страшен ЕГЭ, как его молюют. Мы с ЕГЭ, сдавали базовую математику и надо сказать, что базовая математика, поверь мне, не настолько сложна. Закончив школу очень-очень много лет назад, за то количество времени, которое нам было отведено, а нам оно было отведено, значительно меньше, чем отводится выпускникам. В три раза меньше. Да, нам удалось сдать базовую математику на оценку выше, чем три. Поэтому, коллеги, все не так страшно. Дагестанский институт развития образования обеспечивает функционирование предметных комиссий, работу предметных комиссий в период проведения государственной итоговой аттестации, осуществление проверки, перепроверки работ, региональные перепроверки работ. И на базе Дагестанского института развития образования организована работа региональной конфликтной комиссии. В таком вот ключе мы взаимодействуем с муниципальными органами образования, с министерством образования. Ильмира, вот если бы тебя также, как говорится, пригласили пройти испытательное ЕГЭ, ну, только честно, как ты думаешь, на сколько баллов ты бы сдала ту же алгебру? Ну, математику, как я ее назову. Зачем ты мне сейчас задаешь эти вопросы? Давай я тебе, Алла Верды, только как бы спрошу то же самое. Знаю, что ты там очень сложно. Я не люблю математику. Да, у тебя очень сложно с этим делом. Мы бы не знали на тройку, понимаете? Я честно должен признаться, я на самом деле тоже выпускник советской школы. Коллеги, мы приглашаем вас. У нас эти акции проходят ежегодно. На будущий год вы можете попробовать свои силы. Какой будет экзамен, мы не знаем. Ты попробуем? Но мы всех приглашаем принять участие и попробовать себя. Вы измените свое отношение к этому экзамену. Тем более, если у вас есть какое-то неприятие математики, примите участие в этой акции. Вы увидите, что такое базовая математика для получения школьного аттестата. Все, что я могу сказать, я должен буду потом сам вырезать. Потому что мои дети это увидят, и это будет такая демотивация. Согласен. Магомед, на твоей стороне среди гостей Сабина Асланова. Она у нас уже была недавно в студии. Призер Олимпиады Всероссийской по обществознанию. Сабина, куда будешь поступать, раз напомни нам, пожалуйста. Я буду поступать в Лучшую школу экономики. Тебе уже прислали приглашение? Они прислали приглашение всем призерам-победителям. Но лично они приглашение не присылают. Понятно. Всем призерам ты, в общем, нас покидаешь в этом году. С улыбкой на лице, я смотрю. Да, да, да. Всего 24 года. Ну, я хочу говорить, а почему бы не остаться девушке там? Может, он там карьеру сделает. Вы против? Я не против. Почему? Планируют остаться. Планируют остаться, говорит. А как же, где родился, там пригодится. Да елки. Шехов. Прекрати. Куда вы дальше собираетесь? Чем заниматься? На направлении рекламы и связи с общественностью. Факультет медиа и коммуникации. Смотри, как. Моя помощь нужна? Бальзам. Я рекламщик. С этим, как его, почти 20-летним стажем. Я очень много работал с московскими рекламными агентствами, новосибирскими, ростовскими, краснодарскими, иностранными рекламными агентствами. Я много могу интересно рассказать. Возьми контакт. Да, да, да. Вы реально хотите этим заниматься? Да. А какой именно рекламой? Я пока не определилась. Но вам в целом просто нравится реклама? Да, в целом нравится. Вы когда просматривали обзор Каннского фестиваля рекламы? Последний раз? Никогда. Никогда. Да. Хорошая есть фраза «найди за работу мечты и больше не ходи на работу». Правильно? Ну, в смысле «больше не ходи на работу, как на работу, а ходи, как на отдых». Поэтому в этом смысле, как бы, да, если вам это неинтересно, может быть, вам просто кто-то внушил или вам показало, что вам это нравится, я вас ни в коем случае не отговариваю. Пожалуйста, идите и поступайте. Может быть, там просто у вас интересы как-то разнообразятся. Просто я не считаю, что мое образование одно-единственное будет на всю жизнь. Я вполне предполагаю, что я захочу переучиться, я захочу переехать, поменять полностью сферу деятельности. А может, вы будете думать уже о том, как бы побыстрее начать зарабатывать благодаря знаниям, которые вы приобретаете? Ну, зарабатывать, возможно, одновременно с учебой. Да, рекламная индустрия, она подразумевает, в том числе и такие возможности. Ну, хорошо, думайте. В общем, мне не поддалась она, да, на твои... Передай, пожалуйста, соседке Айша Камаловна, родительница одной из школ, одной из... Добрый день, да, добрый день. Я вот сейчас внимательно всех слушаю. Я бы хотела немножко вернуться к началу нашего разговора, где Яхья Агамедович сказал о том, что организация проведения ГИА-2020 2022, да, она абсолютно готова и так далее. Не стало бы никак уменьшать работу социальных сетей тоже. Почему? Потому что очень много выбросов, да, не только пугающих, то, что вы до этого говорили, о том, что придется эвакуировать детей, там и так еще. Вы к этому готовы? Потому что, может быть, опять такая же рассылка. Мы просто помним совсем недавно, да, выезжали все родители, забирали своих детей. Вот к этому вы готовы? Мы с Министерством внутренних дел по Республике Дагестан этот регламент отработали. Вот на совещании, которое проходило два дня назад в правительстве Республики Дагестан, как раз этот вопрос обсуждался. Есть определенный, уже выработанный регламент, механизм, как будет обследоваться территория общеобразовательных организаций, браться под охрану силами Министерства внутренних дел. Есть порядок реагирования на поступающие факты угроз, если это будет что-то выходящее за рамки того разработанного регламента. Есть разрешенный Рособорнадзором сдвиг экзамена на два часа. Если будет происходить какая-то ситуация, которая будет требовать вывода участников из пункта проведения экзамена для дополнительной проверки, в течение двух часов мы можем выйти. Сотрудники правоохранительных органов проведут дополнительное обследование. Дети туда зайдут. И в крайнем случае, если для каких-то мероприятий потребуется более двух часов проверки пункта проведения экзамена, то экзамен будет перенесен на резервный день. Если это, что касается вот этих там всяких информаций, касаемо самого пункта проведения экзамена, если технические проблемы возникнут, они могут возникнуть там связанные непосредственно с функционированием сети интернета, с функционированием операционных систем на компьютерах, которые установлены. Мы знаем, что есть планы у некоторых недружественных стран оставить вот как раз на период проведения итоговой аттестации какие-то специализированные информационные, скажем так, мероприятия, чтобы отключить работу операционных систем, компьютеров и так далее. На этот случай тоже есть готовые пакеты по быстрой установке и операционных систем и пакетов отечественных производителей на компьютеры. Есть заранее приготовленные резервные автоматические, автоматизированные рабочие места, если вдруг технически, как уже на уровне, если не программное обеспечение, а устройство компьютера что-то из строя выйдет, заблокируется, чтобы можно было поменять армы, есть способ уже готовый, лежит у Федеральной службы охраны на складах, готовые материалы экзаменационные. В случае, если полностью заблокируются способы доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзамена, у нас уже лежат на складах Федеральной службы охраны готовые комплекты кимов резервные, которые можно будет взять, провести экзамен в штатном режиме. То есть политика Рособорнадзора, экзамен проходит при любой погоде. Матч пройдет при любой погоде. Она действует, да. Да. И самое главное, как много раз подчеркивали, на что обращали внимание, все это должно пройти в комфортных и благоприятных обстановке для наших детей. Дружественной. Спасибо большое. Да, у меня вопрос к вам, как к родительнице. Вы проходили пробный такой вариант ЕГЭ? Нет. Пробник ЕГЭ? К сожалению, такой вариант. А вы готовы его пройти? Ну, почему бы и нет. И как вы думаете, сколько баллов у вас будет по математике? Ну, учитывая, что я еще училась немножко в советской школе, я думаю, что пройду. И еще знаете, что я вам скажу? Почему родители проходят? Мы вместе с детьми учимся. Понимаете? Вот с этой программой, я вам так скажу, мы все восстанавливаем в своей памяти. Поэтому, я думаю, что наши родители поэтому неплохо издали. Ну, хотя я своей жене запрещаю делать домашние задания с детьми. Кто не запрещает? Я запрещаю. Я запрещаю своей жене делать домашние задания с детьми, потому что это отучает их от самостоятельного освоения того материала, который им дали. Они же дети, они же в классе сидят. Если что-то непонятно, спроси учителя. Нет. Вы лишаете себя счастья постоянно помнить школьную программу. Мира, вы с Ефимом Ильичем договорились. Вы меня стебете весь день сегодня. Какое же это счастье? Я на самом деле помогаю делать все предметы, кроме математики. Простите, пожалуйста. И учитывая, что Айша наша коллега, думаю, у нее тоже не все хорошо с математикой. Вы согласны с этим? Все-таки филологи. Парируйте, парируйте. Смотрите, я к чему подвожу. Вопрос не только в форме сдачи ЕГЭ или тех вопросов. Вот вы, как родители, вы понимаете действительный эффект в том, как готовится ребенок к ЕГЭ и действительно у него повышается уровень знаний в той или иной области дисциплины, науки? Или вы просто понимаете точно, что у него все отлично под тем или иным тестом? Это тоже важно. Человек должен поступить в итоге куда-то. Но вы сами, как родители, ощущаете, а сын или дочь кто? И сын и дочь? Да, да, да. В общем, дети прям реально выросли. Знания истории, например, или там, не знаю, биологии, или там математики тоже. Вы знаете, я скажу, что надо отдать должное нашим педагогам, которые действительно серьезно относятся к этому. И что касается самого процесса образовательного детей. Вот я в течение 7 лет наблюдаю и выпускников, и как в сфере своей деятельности, разговариваю с родителями. Я хочу сказать, что вот эта сама система ЕГЭ, она вот нам помогает определяться. То есть ребенок не распыляется на все предметы. Он уже понимает, видит какую-то определенную цель. Вот я хочу стать там журналистом. Профилирование, скорее всего. Да. И вот в этом моменте мы даем выбор своим детям. То есть, ну я не говорю за всех родителей. Я просто советую родителям давать, оставлять выбор за своими детьми. Пусть это будет рекламное направление, да, какое-то там, или там филологом ребенок хочет стать. Разницы нет. Он хочет стать учителем. Может, для него это какая-то такая вот важная профессия. То есть то, что Заряд сказала, вот 200-бальная наша героиня, что 11 класс вот по стандартной обычной учебной программе для нее был неполноценен. Пришлось многим жертвовать и в большей степени уделять внимание им на подготовке ЕГЭ. Вы это воспринимаете как нормально, да? Я не говорю, здесь плохо или хорошо. Вы, как родители, к этому нормально относитесь? Я... Что немножко сама учебная программа, ну... Ну давайте так, мы же не все, не каждый из нас становится одновременно и доктором, и врачом, и педагогом, и так далее. Да просто нормально вы к этому относитесь или нет? Ну, я считаю, что если ей в дальнейшем это принесет какое-то там, да, благо, почему бы и нет? Все, все, окей. Она же уже высказала, что ей нравится, что ребенок выбирает. Заряд, можно тебя спросить, ты по математике что получила в аттестате? Я сдавала профильную математику, сдала на 56 баллов. 56, ну, правильно. Это достаточно приличный результат. Поэтому говорить о том, что у Заряд был перекос в сторону там русского языка и литературы, по которым она получила 100 баллов, это просто ее синдром, как называют, синдром самозванца, который у всех отличников бывает, который считает, что они где-то постоянно недорабатывают. На самом деле, на самом деле, все они прекрасно успевают. Хорошо. Спасибо. А вот мы сейчас спросим у еще одного стобальника. Скажи, когда ты определился, что вот ты будешь поступать в медуниверситет и выделил основные предметы? Здравствуйте. Ну, я всегда хотел связать свою жизнь с медициной. Ну, с середины 10 класса я уже начал целенаправленно готовиться к поступлению в медицинский университет. Это экзамен биология, химия. Ну, и в 11 классе подготовка была уже, соответственно, более усилена. Ну, и получилось так, как получилось. Хирургом хотите? Нет, я учусь на стоматологическом факультете. А ты помнишь, это было, наверное, недавно, год назад, это свежо в памяти. Скажи, что-то напрягало во время проведения экзамена? Какая была обстановка? Ну, конечно, ЕГЭ – это больше психологическое давление на учащегося. Ну, честно сказать, когда я уже увидел задание, мне полегчало, потому что я готовился очень усиленно, и задания оказались мне легкими. Он думал, его заставят сразу зубы лечить. Магомед, тут очень важный момент, на который мы акцентируем внимание, что родители и педагоги должны психологически детей к экзамену подготовить, успокоить. Поэтому я просил бы психолога Аиду прокомментировать. Как раз член ГЭК, как раз контролер в день экзамена. И, кстати, по нашей инициативе с этого года на всех пунктах проведения экзамена все муниципалитеты в качестве организаторов привлекают педагогов-психологов. Дежурных, да. Обеими руками за. Здравствуйте. Я являюсь членом ГЭК, но при этом я еще руководитель психологической службы в университете народного хозяйства. Конечно, я хочу, наверное, посоветовать родителям, посоветовать учителям, педагогам сотрудничать и, на самом деле, создавать благоприятную атмосферу психологическую подготовку детям. Не пугать их, что это вот вы ЕГЭ не сдадите, вы такие, у вас ничего не получится. Это очень часто встречается, и действительно дети психологически бывают очень напряжены. И когда мы видим, когда приходят на экзамен, у кого-то поднимается давление, приходится вызывать скорую, они за пять дней до экзамена готовятся, они спят ночами, но это чисто психологически, конечно, нельзя этого делать. Перед экзаменом вообще лучше не готовиться. Вот, это совет, конечно, родителей. А что делать, чтобы снять это напряжение? Пришел ребенок в школу, проходили за эти пункты. Нужно мотивировать детей своих, говорить о том, что они могут. Вот, они дети... Похвалите их, конечно. Да, на самом деле, вот у психологов есть такое высказывание, все дети талантливые, пока не приходят, придут к ним родители. Вот, потому что родители, они зачастую боясь за их будущее, за то, что у них там не получится, гиперопека. И, естественно, они сами вот заставляют, вводят сомнения своих детей. На самом деле, дети, они спокойно адаптируются в любой ситуации, они легки на подъем. Просто нужно мотивировать. Вся программа школьная, она, в принципе, в этих заданиях. Поэтому, почему они не смогут их выполнить? Конечно. Эльмир, можно, да? Легко и просто. Психологи, как я могу мимо пройти? Да. Магарита, у нас очень мало времени. Да, 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 смотрите. В системе продаж есть такой принцип. Когда берут молодых, неопытных, их сажают сразу за телефон, и перед ними кладут список клиентов потенциально. Знаете, какое им задание дают? Они говорят, твое сегодня задание – набрать 250 отказов. Понимаете? 250 отказов. Новобранец, ну, девочка или мальчик, смотрит, как это, я же должен, наоборот, продать. Слушай, ты выполняй все по скрипту, говори все, что положено, с тебя 250 отказов. Знаете, что это такое? Да. Ну, как психолог говорит. Да, не отступляет человек. Мы сразу снимаем барьеры. Человек, в принципе, все делает как правильно. Но он уже не заточен по тому, что он обязан получить отказ от клиента. Он уже психологически расслабился. Может, просто уже начать детей учить к тому, что… Да ничего страшного, в следующем году продолжишь еще раз сдашь ЕГЭ. В принципе, ну, слушайте, ну, выражаясь языком того же Вадима Зелонда, ну, что мы там накручиваем эти маятники бесконечно? Совершенно верно. Нагружаем психологически, как говорится, спины и влечицы. Здоровье важнее, да. Ну, да. Зачем сразу настраивать то, что сдашь в следующем году? Надо настраивать то, что сдашь сейчас. Сейчас. Мы не даем… Задания, они на самом деле не сложные. А вот так же сказал, да. Статистический ученик среднестатистической российской школы спокойно может сдать экзамены на 60-70 баллов. Хороший ученик спокойно, без никаких репетиторов может сдать на 80-85 баллов. Но, конечно, если вы рассчитываете на уникальный результат, на уникальный результат, близкий, вот как наши прекрасные ребята сдают на 100 баллов, там требуется более усердная подготовка, не среднестатистическая, серьезная подготовка, уделение большей части своего свободного времени предмету. Ну, в целом, да, но я просто… Я психологу дадим слово. Я просто хотел сказать, что если уж снимать какие-то нагрузки и барьеры, да, с детишек, может быть, как бы уже наотмашь бить, потому что тот, кто действительно хочет поступить, он не примет… Да, ну, может, нет такого прям прям такой картины, как мы сейчас нарисовали, может, действительно нет. На самом деле, глаза боятся, мозги делают, да? Ну, такой мозги нет. Ну, давайте, давайте. Ну, давайте, давайте. Ильмир, подожди, подожди, психолог. Вы знаете, наверное, больше нужно давать ответственности нашим детям. Вот я тоже мама троих детей, у меня мальчик сдавал ВПР, вот, и я смотрю в группе, все суетятся, все переживают, я думаю, господи, ну, неужели я такая плохая мать, что даже не вмешиваюсь и не интересуюсь. В конечном итоге, ну, меня эти в группе разговоры вынудили у мальчика спросить, что это вообще такое, вот, на что он ответил, не парься, вот. Естественно, я не переживала, он получил отличные оценки, и так же относиться надо и к ЕГЭ, и ОГЭ. Можно я вашими терминами и вашими словами продолжу? То есть вы сказали, проблему в том числе и в той же самой гиперопеке, когда мы слишком нагружаем детишек своей заботой о том, что ты должен сдать ЕГЭ, как ты же, ты же наш синхи, наш дочь, ты не должна позорить нашу семью, нашу туху, ты должна сдать на 180 баллов, там, и так далее. Я вам скажу, что очень часто родители определяют выбор детей и этим тоже совершают ключевую ошибку, поэтому я так думаю, что все наши успешные дети, которые сегодня присутствуют здесь, это их собственный выбор, который поддержали родители. И таким родителям большой респект, потому что они предоставляют право выбора ребенка. Очень хочу на это, этому верить, да. Вы все-таки реплика, но прошу вас, да. Вот вы говорили, может быть, установить камеры в коридорах, а с другой стороны вы говорите, может быть, напряжение снять. Я считаю, это напряжение в головах детей, родителей, учителей. Если мы будем все объективно сдавать спокойно, ни камера в аудитории будет не нужна, ни рамка металлоискателя будет не нужна, никакие технические составы будут не нужны. Спорно, спорно, спорно. Лицеи 14, город Каспийск, Джапарова Эльмира Джамалдиновна. Ну, за моими плечами 21 год педстажа, 9 лет в надзоре. И первый год я первокласс, как говорится, руководитель образовательной организации. Вот, и просто хочу сказать, что как только мои дети, собственно, издавали ЕГЭ, я понимала, что нужно что-то менять. И мне, как учителю, я сейчас говорю, как учитель, значит, учитель начальных классов, с первого класса я просто-напросто приучала детей уже к тем заданиям тестовым, которые были на ЕГЭ. И с первого класса по четвертый класс дети спокойно уже знали, им раздаешь тесты. Ну, итогово, вот эти контрольно-измерительные материалы, они назывались. Вот, мы раскладывали, дети выполняли, и у меня, кстати, выпуск «100 больниц по истории». Вот так вот. И спокойно. Можно и такую практику перенять. Без стресса, спокойно, дети все, буквально все до единого сдали ЕГЭ в 11 классе. Спасибо. За время вот наблюдения этих нарушений, стрессов и так далее, я так скажу, мое личное такое представление, что это как будто бы искусственно такое состояние напряжения накаливается, чтобы, в конце концов, это, я не знаю, оно как бы обретает или монетизируется. Вот так я, может быть, грубо скажу. Школа. Но это есть. Да, да. Это так накаливается, чтобы как-то потом, я не знаю, это все монетизировать. Ну, вот тут я с вами, наверное, соглашусь. Да, да, да. Скорее всего, искусственное дополнительное накаливание обстановки ради дальнейшей монетизации. Да, не могу не спросить, очень много родителей интересуется. Аскандар Магалевич, это вам вопрос. По поводу апелляции в дистанционном формате вынуждены были, да, среди с ковидом перенести в дистант. Сейчас сняты ограничения, тем не менее оставили. Вот как, вернетесь к прежнему формату? Да, апелляция у нас уже с 20-го года, когда уже была вынужденная мера перейти на дистант. Мы первый год применили эту технологию с применением систем вебинаров. И эта система, этот механизм, она очень понравилась. Да. Этот механизм понравился муниципалитетам. Но многие жалуются родителям. Ну, а в чем? Ну, хотя точно. Ну, это опять-таки психологическая проблема родителей, пытаясь договориться с тем экспертом. А с камерой не договориться, да? Поэтому мы в этом году уже внедрили систему для проведения апелляции в дистанционной форме. А с следующего года апелляции будут уже на федеральном уровне. И, конечно, своя региональная комиссия для перепроверок не будет со следующего года. Поэтому очных апелляций уже, скорее всего, никогда уже не будет. Я директор первой школы Каспийска, одновременно председатель Ассоциации социально-психологической службы Республики Дагестан. Хочу сказать, что, ребята, обязательно все сдадите экзамен. Обязательно все. Вам установка. 11 лет школы готовили вас к этому. Вы сдадитесь. Вы не волнуйтесь. Психологи уже с вами работают. Ваши родители с вами работают. Потому что недавно буквально на конференции мы говорили об этом со всеми психологами Республики, социальными педагогами, с родителями говорили. Вы настраиваетесь на победу. Вы все знаете. Как только вы зайдете на экзамен, вы все вспомните. Абсолютно все. Ваша задача только явиться на экзамен и быть здоровыми. Будьте здоровы и удачи вам. Ну что, пожелаем удачи всем нашим выпускникам, контролирующим органам. Ну, хотя бы улыбаться, чтобы снять... Меньше работы. Улыбайтесь, чтобы снять напряжение. Да, и я, в принципе, хотел бы все-таки продолжить эту тему, как резюмируя, которую в том числе наш уважаемый психолог поднимал, что во многом вот тот ажиотаж и та нервозность, которая связана у детишек с ЕГЭ, ОГЭ и прочими испытаниями в процессе образовательного, как говорится, в процессе обучения, это во многом от родителей исходит. Вот как только родители отпустят эту ситуацию, хотя их эгемериджи говорят, не надо их приучать к тому, что они в следующем или в последующем году, как говорится, сдадут ЕГЭ. Но как только родители перестанут волноваться, по-настоящему перестанут волноваться, и чем раньше это они сделают, тем раньше ребенок сам поймет, что он за себя, собственно, должен отвечать и должен сам разбираться своей учебой. И тогда и к ЕГЭ, и к ОГЭ ребенок будет подходить так. Мама, мне репетитор по-русскому нужен. Я вообще косячу жестко. Мама, мне репетитор нужен по-русскому. Вот. Свалился на родителей. Все, да, отвяжись на вот. На вот тебе, как говорится, денежки на репетиторы, иди. Все. Это не Эльмиры головная боль, это головная боль ее сыновей. Это они должны думать, что им нужны репетиторы. Я прав? Прав. Да. У меня нет времени парировать себе. Ну вот, я знал, что у меня такой козырь, да, я им воспользовался. Друзья, это было только что общественный интерес. Мы обсуждали тему, ну, так она и называется, от ОГЭ до ЕГЭ, два шага или два года. Да. Всего доброго. До скорых встреч. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok